Телеканал «Боец» представляет. В предыдущие серии Кирилл Сухомлинов самовольно покинул тренировку. Колено болит? Мы с тобой отдельно потом тогда поговорим, что нужно делать, чтобы колено не болело. Фитнес, он как раз к этому и приводит. У Кирилла действительно серьезные травмы, у него связка на ноге, я сам видел, как бы у него там не шутки. Наши бойцы наконец-то оторвались от земли. Можно было ощутить полет. А что-то может понравиться. Шум какой-то, ничего не понятно. Каждый бой четверть финала подвергся тщательному анализу. Самое главное, чтобы для вас эта работа на дожитке не прошла даром. Смотрите в этой серии. Настало время помериться силами с чемпионом ММА. Один желающий идет на борьбу к Сергею. Желающих будет 12. Все участники прекрасно проявляют себя на проекте. Соблюдают режим, ходят на тренировки и занимаются с приглашенными гостями. Вот только Кирилл Сухомлинов решил, что правила проекта ему совсем не подходят. И живет по собственному графику. Что делать в этой непростой ситуации наставникам бойцов? И что ждет всех участников? Узнаем прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»! Ребята, всем привет! Рад видеть всех в строю. Начинаем? Направо побежали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сейчас потихоньку поработаем по технике. Если есть вопросы, сейчас поотвечаем. Один желающий идет на борьбу к Сергею. Желающих будет 12. Сергею нужно поработаться на технику. Вам нужно прочувствовать уровень Сергея и, может быть, чего-то поднабраться в него. Утренняя тренировка была легкая такая. Мы втягиваемся в ритм. После отдыха начинаем набирать обороты потихонечку. Ребята, сейчас чисто тактическая работа. Многие работали снизу таким образом. Вы смотрите, что вы делали. Вы таким образом держались поликами и получали по лицу. Руки, если пытались связать, то, что я говорил, вы связывали их вот таким образом. Вот. И изнутри руки не держатся. Чтобы удержать полностью руку, вы ее должны захватить вот снаружи. Раз рука. Вот два рука. Ему гораздо сложнее будет вырвать их отсюда и потом вас бить. Наносить какой-то ущерб. Особенно, если вы свои руки возьмете в замочек. Вырвай. Вот. И все, я его держу. Мне очень понравилась тренировка с Алексеем. Разогрелись, размялись. Даже сделал работу над ошибками. Физически, конечно, намного сильнее, намного опытнее. Но так, для общего развития понравилось, конечно. Все-таки как-то не как Сергей Харитонов. Ребят, смотрите. То есть у многих была гильотина, да? Если вас обхватили ножками, нельзя оттягиваться. Нужно, наоборот, загружаться на него. Потому что удушение происходит за счет того, что он ногами, вот видите, растягивает. Вот. Он начинает растягивать, а вы его загружаете, чтобы это растяжение было поменьше. Ну, кроме того, что стандартная работа, вы можете захватывать, как бы пытаться удержать руку, вставлять подбородок и так далее, да? Есть работа... Держи. Либо на оттяжку его кадыка. Вставляем в шею при плече и работаем сюда. Ему неудобно очень работать. Либо есть такая работа, попытаться взять на обоюдку. Вот если я его голову подтягиваю, вот растягиваю меня, вот видишь, ему неудобно растягивать. Вот. А если я сейчас чуть надавлю на этот самый, он отпускает ножки и отпускает этот. Потому что я воздействую именно на позвонок, на позвоночник, на самую макушку. Я не на шею работал, смотрите. То есть не просто вот на шею, а вот, видите, на самую-самую макушку. Чтобы максимальный был угол, как бы. Я снимал с себя зажим и рук, шея со своей, и раскрывал, расстегивал, так сказать, замок ног. Сегодня я боролся с Сергеем Харитоновым и понял, что это скала. С ним трудно бороться. Он больше вяжет, но больше из-за массы. У меня травмирована рука, поэтому я, к сожалению, не смог бороться в полную силу. Но я не утверждаю, что если бы я боролся в полную силу, я бы Харитоновым заломал. Ребят, боковое удержание. И отсюда варианты ухода. Классический дзюдо-самбо. Две ручки, подбородок. Вот. Это не делать, надо тянуть, 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 потому что он будет головой влево-вправо убегать. То есть это делается раз, силовое выдвижение. Перекрутились и оказались... Как бы сделать, как в обоих словах. Лежал он, вверху оказались выше. Вариант второй. Смотрите, вот если руку не контролирует, то у меня эта рука должна уйти сюда. Чуть-чуть держит в полсилы. Вот. Уйти сюда. И теперь я что делаю? Я локтем упираюсь ему в корпус и подбиваю его вот туда, вперед. Да, в нагрузку. Пока он взлетает, там на какие-то 20-30 сантиметров, я под него засовываю свой корпус. Оп, и все, он приземлился на меня. Я его спокойно переворачиваю, потому что все, что будет лежать на мне, перевернуть уже достаточно легко. Есть такая штука, очень нехорошая, неприятная. Называется железное кольцо. Смысл, смотрите, вот корпус идет. Вот, на острие корпуса, где ребра. Где-то вот это место. Воздействовать сюда рука. Рука, как мы знаем, идет плоская и острая, да? И опять же, не мягкой частью, а вот где кость. Я должен на долю секунды, это работает где-то полсекунды, даже иногда меньше. Вот. Изо всех сил сдавливаю его и в этот момент делаю просто переворот. Вот, упирайся сейчас. Вот, он держит хорошо, крепко все остальное. Апа! Вот эта штука расслабляет человека на долю секунды. То есть, секунда, да. Секунда, все, он уже потом сгруппируется, уже не сможете перевернуть. Иди ложись. Олег. Олег слишком хорошо и хитро держит, может таз нужно убрать, это его прокинуть сюда. Мы сейчас этот прием рассматриваем, поэтому ты понял, я делаю резкий рывок, этот рывок человек улетает, как правило, человек как будто сам воспаряет воздух. Алексей, конечно, постарался сколько можно в этот короткий промежуток нам показать приемы, которые мы именно хотели увидеть, потом подсказал тем людям приемы, которые, например, в бою не получились, не доделали, не доработали. Я очень хотел побороться или побоксировать с Харитором. У меня получилось на сегодняшних тренировках с ним побороться. Мне было очень приятно и понравилось с ним бороться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно будет один момент спасить? Прошу. Удушающее. Вот так вот, видишь, это как? С этого положения. Ты прыгаешь туда и удушаешь тело. Сюда. И с этого положения. Ну, вот так. Надо руку забрать сначала. Да, и как. Просто руку подолгу. А зачем перепрыгивать? Можно я... То есть, если я нахожусь... Я могу просто сюда сработать. И мы... Помнишь, что было? Отталкиваю бороду, я сбиваю ручку. Ага. То есть, тут всё равно, с какой стороны абсолютно, всё равно вы будете, здесь вы будете. Я могу оказаться даже вот здесь. Я думаю, вполне может получиться приём, если хорошенько. Возьму мы. Задушу. Артур. Задушу. То же самое, если я буду... Вот здесь. То же самое, если я буду снизу. Вот смотрите. Вот я лежу снизу. Он меня толкает. Вот видите, давит, 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 давит. Блин, я разбиваю и опять делаю сюда. То есть, в любое положение у меня должна быть его голова, моя голова и между нами его рука. Не, Вагап, повыше, повыше. Смотри, у него видишь, смотри, где у него шея. На уровне, видишь чего твоего? А должна быть на уровне твоей шеи. Его голова. Обхватывай. Вот так. Дай вторую ручку сюда. У нас получается со стойки-то. Спарта рассмотрим. Со стойки-то нормально. Дави бородой через свою шею. Вот, вот. Вот где-то вот так. И головой продолжай давить до тех пор, пока не постучит. Потому что голова раскрывает его челюсть как раз. Я как-то вот так бразильца задушал. Вставай. Смотри. Вот рука так же. Посмотри. Кулак в кадык вставил. Вот смотри. Вот так взял. Да. И вот так давил. Вот так давил. Вот так давил в кадык. Да. Это вот на Грэптор-квесте мне там в полуфинале заборол такого прикольного бразильца. С Халитоном, да, конечно, это порадовал. Поборолся, ничего себе. Но видно, что нас жалел. Ну, как бы жалел. В общем, просто защищался, можно так сказать. И никаких активных действий не делал. Но все же все равно. На камере будет видно, что там Халитонов болевой ему тянул. Я вот поборолся с низкой. Я в большей степени понимаю, что у вас сейчас бои ответственные. Я не могу там сейчас. У меня 120 килограмм. Я понимаю. Я, по возможности, в большей степени работаю в защите. Просто некоторые есть такие моменты, что надо подсказать. Вижу, что вы уже как бы растете. Молодцы. Привет. На сегодня тренировку мы заканчиваем. Рады были вас видеть. Переодеваемся. Ребята, у меня к вам предложение. Сделать сюрприз для нашей очаровательной ведущей Алины Артс. Все поддерживают? Да. Мы прибыли в Останкино на студию звукозаписи профессиональную. Каждый из вас споет сейчас песню. Сделаем сюрприз. Я думаю, Алине это очень понравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не ожидал, что будем песнопениями заниматься. Ну, мы все, как вы заметили, не певцы. Ну, надо так надо. Ну и плюс. Мне-то что, подумаешь? Полторы минуты позора. Нормально. Свой путь достойно пройти. Просто будь смелым. Ты один из миллиона из бомбиты. Силы найти в себе. Я с горем попал. У меня на самом деле желания никакого не было. Смотришь на пацанов и такие смешно, интересно. Силы найти в себе, чтобы стать первым. Ну, немножко песенки напрягали, конечно. Но так-то, в принципе, тоже. Что, подарок Алине нормальный. Самое время доказать всем, что ты герой. Я вообще не певец. И для меня это было странным. Короче, это был самый трудный день у меня на проекте. Доказать всем, что ты герой. Самое время оставаться с тобой. Старались все, как могли, так и пели. Кто не мог петь, прочитал просто. Как бы, не знаю. Надеюсь, понравится Алине то, что получится. Самое время доказать, что ты герой. Готовы победить соперника любой ценой. Ударом слева, справа или с обеих рук тебя поддержит зал. Хук, хук. СОБОЙ 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 С Ребята, я хочу вас познакомить со знаменитым актером, режиссером, каскадером и основателем ММА в России, моим большим другом Александром Ивановичем Меншаковым. Мало того, мы с Сергеем еще и партнеры по песенам и бизнесу. Да, пели вместе, да. Вам это знакомо уже, я так слышал сегодня, поете хорошо. Это очень здорово, что вы все собрались, нашли время, силы и желания показать себя не только в бою, но и на экране. Это будет обязывать вас к серьезным таким шагам в спортивной деятельности, в спортивной жизни, в боях, в поединках. Так что готовьтесь. Ну а с Сергеем на самом деле нас связывают старые и давние отношения. Мы как раз снимали эпизод из фильма «Продолжение бригады наследники». Как раз засняли момент, когда Сергей посылает нокаутом Май Тимо. Я его после этого... Причем это на самом деле не кино, это реальные были поединки по Golden Glory, где Сергей выиграл очень красиво. Могу вам пожелать, посоветовать, чтобы вам на жизненном пути попался настоящий серьезный наставник. И, конечно же, хороших спарринг-партнеров, хороших товарищей, хорошей спортивной обстановки, хороших условий для тренировки. Все это в комплексе дает возможность стать настоящим бойцом. А теперь вот хочу обняться, поздороваться как следует, подержаться за руку и пожелать вам победы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, привет! Разрешите вас познакомить с заслуженным тренером России по кунг-фу, с главным тренером российской сборной по кунг-фу, Камилем Рабадановым. Ну, Камиль, как бы, видно, что опытный. Я точно не могу сказать, сколько ему лет. Очень хорошая физическая форма, человек находится, видно, очень, ну, и подвижен, очень, в общем, в тонусе. Я бы ему не дал 54 года, потому что он, ну, такой подвижный. Обычно в это время уже такие неловкие ребята. А я не вижу Кирилла Сухомлинова. Его сегодня не будет? Ясно. Ну, на этом проекте мы непонятно тем занимаемся, и я устал прям. Кирилл, он давно уже заметил своеобразный такой человек. Привык индивидуально подходить к бою. У него ее своя, может, программа. Тем более сейчас полуфинал, может, он боится проиграть. Здравствуйте. Фамилия Майор Рабаданов. Звать Камиль. Я знаю, что вы сейчас находитесь на проекте по боевым искусствам, и всем вам предстоит выступать. Хочу вам всем пожелать победы и как можно меньше трав. Я в основном расскажу вам элементы и про философию культуры. Это кунг-фу. Одно из разновидностей боевых искусств. Это китайская культура. Есть тайбокс, кикбокс, есть кунг-фу. Это китайский бокс, где применяется ударная техника, бросковая техника. Плюс в партере работают боевые и душающие приемы. Китайцы, они маленькие были и как тайцы. В принципе, они готовились на европейцев, когда воевали на американцев, на больших людей. То есть они били мощные такие проносные удары. Практически тот же тайский бокс стоит только с борьбой. Фигуэдом, партер. И рука им больше работает. Мы начнем сейчас тренировочный процесс именно с разогрева. Пять человек на прыгалке, пять человек в бой с тенью. Три минуты для разогрева. Бой с тенью. Побольше передний джек. Почаще в корпус. Один-два. Все время играем. Так, стоп. Отдохнули. Восстановили дыхание. Размялся. Все хорошо. То есть очень понравилось мне. Камиле тоже очень понравилось мне, как тренер. Сейчас упражнение для разогрева тазобедренных суставов. Это первое – набивание одно время в грудную клетку. И два – за лопатки. Приготовились. Время! Внимание! Сейчас разве есть по парам. Вот, допустим, кого вы стоите. Обычно реагируют все на голову, да, нанести удар в голову. Но при этом забывают о ногах. Поэтому сейчас отработка. Первый номер. Например, я атакую. Атакуй меня. Видите, я ушел, ногу оставил. А я ушел. И тут же я захожу. Встречаю. Вот работа, пошел. Раз-два. И отходи. Успевай отходить. Ушел. Тут же. И атакуй. Останьте? Да. Работа именно для второго номера. Как только он на меня атакует, тут же я перехожу. Тут же ты должен атаковать, чтобы я ушел. Тридцать секунд работает. Без нагрузки. Делайте множные движения. Финты делайте, стрелу делайте. Любые ваши технические действия. Самое главное не стоять. Кто травмированный, не нагружайтесь. В теории я знаю, что есть много боевых искусств. На практике пока не получается их применять. Думаю, в дальнейшем какие-то элементы можно взять оттуда. Очень полезно будет. Сейчас мы отработаем первый учебный вариант. Вот первый номер стоит. Я работаю. Я все время работаю. Джей, двигайся. Играю. Как только он меня поставил, цель. Отцом я поставил и прохожу ноги. Поднимаю. Поднял и все. Минуту один работает. С подскоком одноименным. И проход ноги. Пригодовились? Ход поставил. Да, да, да. Все. Вот ты можешь в любой момент, самый неудобный момент поставить, он должен нырнуть, как где будет. Нахожусь далеко, нахожусь близко, отсюда, значит. С любой дистанции через боковой удар. Не успевайте через боковой, через передний джейк. Кого не помню. Самое главное пройти. Первая базовая учебная отработка. Передний лоу-кинг с подшагбанием. Легкое подшагбание нужно. Вот вы стоите, видите ли, раз, все, ушли. Раз, ушли. Вот этот момент, щелчковый. Это как бы тактически выводит правильный дистанции. А здесь основное внимание, вы написали, ушли, вы ждете его атак. А дальше там, уши, расшотом. Любой арсенал. Кабир Абаданов тренировку дал нам, как бы, такую познавательную, да. Стилю Шу Санда больше там присутствовал. Ну, я лично впитал для себя новую информацию. Получил много чего интересного. Мы сейчас постараемся использовать контратаку. Как с ударной техникой, так и с бросковой. Ловь дик задняя нога. Внимательно, работай. Вот здесь, вы заметили, он начинает движение. Вы не ждете, пока она коснется от А до Я. Ваша задача, вот он пошел, вот уже здесь встречать. Тогда будет эффект. Он вам сам добавит 50% контакта. Ваша задача всем массам телу, поймать его здесь. Лоу-кик. Это одна контратака. Второе действие. Та же самая работа, лоу-кик. Представите, видите, что я делал? Подхватил рука. Все. Дальше я могу подсекать. Одно с бросковой. Вторая контратака. Здесь у вас стопа есть. Уже болевой. Отрабатываем. Дальше продолжаем. Тот же самый лоу-кик. Видите, что я делал? Что здесь? Поменял. Только здесь уже идет у меня работа. Или в голову, или в лоу-кик. Ясно, да? Продолжаем. Дальше. Пожарил нас, конечно. Физическую нагрузку никакую не давал, но все равно там быстро двигается, замечает какие-то там движения. Ну, молодец он. Немаловажный фактор – это функциональная подготовка спортсмена. И каждый спортсмен, я вам расскажу случай, у меня бывал спортсмен, который не обладал ударной техникой, ну не мог я его сделать панчером, хотя у панчера и в 12 раунде шанс, то зашел к его функциональной подготовке, то что у него была бешеная функционалка, он мог по 15 раундов по 3 минуты на снаряде работать и не выдыхался. То тактически ему ставили работу так, первый раунд он проигрывал всем почти, но за этот один раунд, который он проигрывал, он изматывал противника, что второй раунд, то они не могли просто работать, уже все, зашел вот этот, у него всегда не было чугунная голова, вот это так. И второй раунд уже он брал, и третий, уже аж бывали, что спортсмены не выходили. Это было именно тактически, за то, что он такой был. У каждого спортсмена есть свои преимущества, просто надо поймать, увидеть и развить. Действительно видно, что он душой и телом, он весь за спорт, в общем такой. Ученики у него, видимо, хорошие, как он говорит, ну, хороший человек. Везде можно найти свое преимущество. Разработать я могу из практики, опять из практики. У меня спортсмен был, ну, который, я растяжку никак ему не мог дать. Вот он стоит, это его самая большая растяжка, все, я не стал ломать его, я начал использовать то, что есть у него. Я ему так отработал лоу-кик и отработал с передней ногой, не без разворота туловища, в голову удар, что он этим и чемпионом мира стал, и кубок стал, и выигрывал аж трехкратных чемпионов мира. Всегда не дровосек у него, потому что действительно он лоу-кик бил. Видно, что человек большой специалист, это уважаемый тренер, и не зря он и тренирует сборную России. Сейчас, внимание, передняя цель, голова. Работаем. Голову. Видите, я ушел, смотрите, что я сделал. Я подвернул уже в сторону, да, а руку поставил здесь, не здесь, а подальше от головы. Еще раз я продемонстрирую медленно. Видите, и вот отсюда, молниеносным ударом, пока его нога находится наверху, я делаю подскоком. И удар в голову. Работаем. Раз, два. Отработка. Это один вариант. Второй вариант. Работаем. Что я сделал? Я уже подвернул ногу. С этого положения я могу ударить шотом. С этого положения я могу ударить ушира. Две контратаки. Поняли? С этого положения, видите, я поймал. Вот на плечо. Здесь, смотрите, что я делаю. Я отсюда. Или подхват подсекаю. Одно и звук. Или подкручиваю. Осторожно. Резко. Или подсекаю. Одно из двух. За такой короткий промежуток попытался как можно больше показать. Некоторые упражнения можно поднять себе на вооружение. Так, стоп. Построились. Ребят, спасибо вам огромное. Давайте поблагодарим нашего тренера. Я думаю, вы довольны. Насколько я знаю, есть какие-то подарки для участников нашего реалити-шоу? Ну, это футболки. Я так посмотрю здесь, но в любом случае, если кому не хватит, всегда они найдутся. Ребят, давайте посмотрим, вы уже по размерам там, как там. Оно. Кто любит красный цвет, кто черный, поэтому... Да. Это первый человек, который подарил нас подарками сами. Очень понравился мне как человек хороший, добрый, взаимный, внимательный. Это единственный человек, который пришел и нам что-то подарил. В футболочке очень приятно. Спасибо ему, федерации. Камиль, спасибо вам огромное за сегодняшний мастер-класс. Если можно, охарактеризуйте физическое состояние наших бойцов. Ну, конечно, бойцы устали. Обманывать не буду. Они устали. Как говорят, спорт требует жертвы, поэтому те спортсмены, которые сейчас в данный момент участвуют в реалити-шоу, они совершают подвиг. Я сейчас смотрел, конечно, и старался тренировку так поставить, чтобы не загрузить их, понимая то, что перед ними стоят более ответственные моменты. Более ответственные – это значит поединки, схватки, потому что за ними смотрят, их кумиры за ними наблюдают, и им хочется всем победить. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Парни, добрый день. Как себя все чувствуете? Всем привет. Ребят, сейчас самое время подвести итоги. Прошел ряд тренировок, прошел ряд испытаний. Тренировки идут, кажется, своим ходом, но для меня непонятны некоторые ситуации, некоторые вещи. Я знаю, что в коллективе кому-то что-то не нравится. Я вот передаю слово Алексею. Вопрос по дисциплине. Кирилл, вопрос опять к тебе. А твое отсутствие на тренировках? У меня слабость, мне тяжело уже. На сотых, амерка. Ты попросился у кого-то? Не знаю. Ты помнишь? Ну как, не знаю. Ты помнишь, вопросы были у Руслана, да, Джафалиева? Я не считаю, что он прям виноват. Ну, конечно, можно было бы и подойти и сказать руководству, что вот я сегодня не буду. Но в этом он, конечно, не прав. Все на равных условиях. У Беслана то же самое, там, и куча травм, и усталость. У кого рука, у кого ухо, у кого нога и так далее. Мы можем отпроситься. Кирилл. Конечно, домой хочется. Просто если меня достают постоянно, одни и те же лица, уже, ну, обстановка такая, постоянно. Вот это. Как не конфликтовать? Я хочу вам сказать, что в жизни приходится где-то переступать много через что. Ну, простой пример жизненный. Я поступил в военное училище, попал в сборную команду, был самый молодой. Мне тоже много чего не хотелось. Поначалу. Я вам приведу пример. Заканчивая тренировка, обычно первый курс моет татами. Хотя все тренируемся мы одинаково, но так заведено, что первый курс моет татами. Я с первого курса один попал. Мне приходилось каждый вечер после всех мыть татами. Я переступил через это. Да это все понятно. Просто нам драться, нам по голове получать потом. А мы... Нет, Кирилл. Кирилл, мы... Кирилл, драться Коле сейчас с вами, Алексахин. Драться Беслану. Драться Диме. Скажи из них кого-то лучше. Согласен, что это неправильно, что нужно все равно держаться каких-то правил. Но если мы уже сюда пришли, то должны придерживаться этих правил. Это не мое дело. Это даже не моя весовая категория. По поводу тренировок, конечно, некрасиво получается, что мы тренируемся. Как бы это его дело, я думаю, ринг покажет бой, покажет все. Переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос, в принципе, то, почему мы сейчас собрались, у нас объявление пар. Нам предстоит полуфинал. Полуфинал у нас по формуле уже практически профессиональный. Это два раунда по пять минут. И пары распределились следующим образом. 77 килограмм. Это Кирилл Сухомлинов. Бесланет Лешев. Кирилл это в основном гребблер, борец. В основном я буду стараться в ударке. Но у меня ударной тренировки здесь особо не было. Сейчас скорость не такая, чтобы акцент на ударку давать. Посмотрим, как бой покажет. Первый раунд в ударке проведет. Посмотрим, как получится. Какой соперник, вообще без разницы не будет. На морально-волевых будем драться, и все. Дмитрий Кром, Николай Алексахин. Я, в принципе, догадывался, что меня поставят с ним. У меня было такое мнение. Я, в принципе, удар нехороший. Смотрел его бои. Такой интересный, резкий, очень быстрый. Я думаю, будет интересно с ним поработать. Ребята сейчас остались равные все. Примерно все одинаковые. Равные технически. И подготовка равная. Желаю удачи, Коля. Думаю, у нас хороший, красивый бой получится. 84 килограмма. Это Юрий Щуров и Алексей Ефремов. Спасибо. Когда объявили пары, не было такого, чтобы я прям или радовался, или беспокоился. Просто знаю, что дальше надо готовиться, потому что соперник тоже не слабый. И вот такие хитрые удары, я знаю, есть. Юра неплохой, достойный соперник. Как бы я с удовольствием с ним подерусь, как бы поработаю. Рустам Гаджиев. Анатолий Токов. С Лехой, с Ефремовым мы с одного клуба. И как бы драться у нас вообще желания нет. Ни у него, ни у меня. А Рустам и Юра, как бы. Два сильных бойца. И мне как бы, ну интересно, когда сильные бойцы, интересно с ними драться. Тактику, наверное, хочу что-нибудь изменить хочу. Потому что надо меняться, не надо быть однообразно. И наша весовая до 93 килограмм. Это Вагаб Вагабов и Артур Астахов. Вагаб как бы изначально. Мне показалось после кастинга, что он один из фаворитов. Так что ничего загадывать не могу, не буду. Про Артура думаю, хороший парень, тоже ударник больше. Любит и побороться. Думаю, бой будет красивый. Антон Золотов, Олег Новоселов. Я не думал, что я с Олегом буду, честно говоря. Ну не знаю почему. Олег очень опытный соперник, хороший борец. Мне с ним очень тяжело будет. То, что борьба у него получше, чем у меня. Мне только в стойке придется с ним. Когда вот Антона назвали мне соперников, я не обрадовался и не расстроился. Ну хорошо, постараюсь показать красивый бой. Хотя у меня бои не очень красивые получаются. Пары мы назвали. Каждый покажет, что он из себя представляет. Покажет в первую очередь, конечно, для себя, в вторую очередь для зрителей. Главное, чтобы вы правильно подошли к полуфиналу и показали красивый бой. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В следующей серии вы увидите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин